Продолжается наша программа. Игорь Семенов, врач-трихолог, косметолог, эксперт нашей программы. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем тему электризации волос. Вы говорила. Наконец-то. И Женя сегодня до эфира искала средство, которое для одежды, против электризации одежды. Вот одежда и волосы, они же все равно как-то соприкасаются. Может от одежды электризоваться волос? Да, совершенно верно. Во-первых, доброе утро. Конечно, может электризоваться. Поэтому даже что касается головных уборов, рекомендовано носить максимально шерстяные, максимально естественные изделия, шапки, головные уборы, нежели чем с элементами синтетики. Потому что вот эта синтетическая составляющая, которая будет тереться от чешуйки наших волос, она будет вызывать образование статического электричества. Ну и, собственно говоря, мы можем даже от этого статического электричества светиться в темноте. Ну да, замечали многие, наверное, когда девушка снимает шапку и волосы за ней куда-то улетучиваются. Это естественная ситуация в зимний, осенний период времени, в раннюю весну, когда мы, собственно говоря, носим головные уборы и, в принципе, носим очень много одежды. Поэтому есть некоторые такие лайфхаки, совет, с которыми хочется поделиться для того, чтобы это как минимизировать. Полностью убрать это невозможно, потому что волос, как я всегда говорю, это нежевая субстанция, состоящая из белка, микроэлементов. И вокруг волос покрыт вот такими чешуйками, которые плетают, как чешуя, стержень волоса. И именно за счет того, что волосы сохнут, подвергаются климатическим изменениям. Ну а сухость у нас с вами находится и в помещении, и в домашних условиях. И то, что мы сушим волосы непосредственно и феном, обязательно нужно сушить волосы зимой феном. И в этом случае, конечно, чешуйки отстают друг от друга, начинают тереться. Это тот же самый опыт, который мы использовали в школе, не помню, в седьмом, восьмом классе. То есть шарик. И у нас еще была такая эбонитовая палочка, которую мы терли у кофты. И затем дальше веселились на перемене. Поэтому смотрите, во-первых, что мы с вами делаем. Мы все вот такие пластиковые расчески обязательно убираем. Лучше их вообще в принципе убрать. Заменяем максимум на деревянные, либо латексные, силиконовые. То есть те, которые максимально могут пригладить чешуйки к самому волосу. Это раз. Что касается фенов, ну, марку закроем. Всегда обращаем внимание, чтобы был на фене, либо на плойках, на морковках, да, какие-то упоминания о турмалиновых составляющих. Это могут быть такие специальные полостинки, которые создают отрицательные ионы, ионизируют воздух. И таким образом положительные ионы, которые у нас находятся на волосах, за счет чего мы светимся и искрим, уменьшаются. Это как бы один из первых факторов. Обязательно на влажные волосы, на влажные волосы полувысушенные, наносим какое-то несмывающее средство. Это может быть спрей, это может быть термозащита, это может быть какое-то молочко. Их сейчас великое-великое множество. Но если вдруг так случилось, что вы зашли, например, в торговый центр, пришли домой, либо на работу, сняли шапку, и вот у вас вот это все на голове, самый простой способ быстренько в туалет, либо влажной салфеткой, либо термальной водой быстренько взять себя вот так вот, окропить. Можно окропить? Да, легко. Всех можно окропить, пожалуйста. Окропить тебя? Это термальная вода? Это термальная. А лицо можно... Ничего не... Ничего плохо не будет, будет только все положительно. Термальная вода, это такое, знаете, для трихологов такое спасение, потому что и в косметологии, и в трихологии средства могут очень хорошо использоваться. И не только закрывать сверху мейкап, да, но и, собственно говоря, лечить и увлажнять наши волосы. Вы сказали, что зимой надо обязательно сушить вену волосы. Почему? Я всегда думала, что как раз... Выдума мороз. Нет, нет, нет. Мокрым. Хорошо. Что если ты даешь волосам максимально сохнуть самим, то это для них полезнее. Ну, если у тебя есть возможность там ждать. Это именно, Женечка, это именно, если есть возможность. Но чаще всего, ну, особенно с короткими волосами, мужчинам, да, и девушки, конечно, чаще моют волосы вечером. И вечером, конечно же, можно хорошо накрутить бигуди, и это все дело высохнет в естественных условиях. Но в большинстве случаев все-таки, когда кожа у нас больше пачкается, волосы больше сохнут, и мы стараемся пораньше встать, и утром все-таки помыть голову, и даже не закрывая их шапками, накинуть капюшон, и бегом-бегом бежать до машины, то фен здесь обязательно... А, ну, в смысле, речь идет о том, что их надо обязательно досушить? Обязательно. Ну, здесь, да, я это поняла. Обязательно. Ни в коем случае, потому что здесь простая ситуация будет. Если мы их не досушим, то выйдя на мороз, выйдя на холод, даже просто на тот ветер, который сейчас на улице происходит, то просто-напросто наши сосуды сократятся, и волосы начнут выпадать. И где-то 23 февраля, к 8 марта, мы можем не удивляться, что в мойке останется будто 20 пучки волос. Вы будете отмечать не в 8 марта, а 23 февраля? Вот примерно, ребята, примерно эти даты получаются. То есть перед Новым годом мы все-таки красиво бегаем по магазинам, что-то пытаемся сделать, а где-то к 23 февраля, 8 марта приходят на консультацию с тем, что же, а почему у них волосы выпадают? Ну, отматывайте время на 2-3 месяца назад, что вы там делали? Поэтому вот, пожалуйста, прямой ответ того, что не нужно делать. Игорь Семенов, врач-трихолог, косметолог и эксперт нашей программы, сегодня давал советы по антиэлектризации волос. Поэтому эти советы используйте, и все у вас будет хорошо. И будьте красивы!